В шумном лондонском пабе по вечерам собираются люди, которых объединяет интерес к России. Русская речь здесь перемежается с английской. Джен сегодня принесла фотографии из своей недавней поездки в Крым. Вот мы на базе подводных лодок в Балаклаве. Это удивительно. Представляю, если бы это было в Британии, нам бы дали только через щелку в двери посмотреть. А здесь мы бродили по коридорам, имея возможность ощутить себя частью истории. Джен стала одной из первых британских туристок, которые решились посетить Крым после того, как он стал российским. Симферополь, Севастополь, Ласточкино гнездо, Ялта, Новый Свет – обычный туристический маршрут. Но с крайне тревожным началом. Сперва страховая компания отказалась застраховать меня в этой поездке. Потом друзья стали пугать. Говорили, что я сумасшедшая. Даже сын слал мне смс, спрашивая, все ли со мной в порядке. Я ему отвечала, что здесь все спокойно, никакой войны нет. Мы прекрасно провели время. Турагентство английским путешественникам в этой поездке заменила вот эта женщина. Она давно живет в Лондоне, но с детства любит Крым, куда привыкла ездить каждый год. События последнего времени не оставили ее в стороне. Ей захотелось показать иностранцам правду. Я против санкций. Я против вообще этого всего. Я хочу, чтобы люди ездили, чтобы они заводили новых друзей. Как ни странно, но на сложности пути никто не жаловался. Прямых рейсов из Лондона в Крым больше нет. Пришлось добираться через Москву. Основные трудности были иного характера. Поскольку здесь прессой очень муссируется вопрос аннексии Крыма, то они просто не верили, что они туда попадут. Они думали, что они сядут в самолет, выйдут в Москве. А вот из Москвы уже, они в Крым, просто это закрытая территория, охраняемая калашниковыми и танками. И они туда не попадут. Они не верили до последнего. Но в итоге все страхи были развеяны, и у туристов остались приятные воспоминания. Говорят, жаль, только холодно было. Зато любители русского языка обогатили свой словарный запас. Ни за что. Это значит, нет проблем. Мне очень понравилась эта фраза. Я часто ее там слышал. Ну а главным итогом поездки стало желание вернуться в Крым. По меньшей мере, когда будет теплее. Мария надеется, что в следующий раз смелых туристов станет куда больше. Британские власти хоть официально и не запрещают своим согражданам посещать Крым, но на сайте Министерства иностранных дел содержится настоятельная рекомендация этого не делать. Впрочем, несмотря на угрозы, запреты и сложности этого путешествия, уже вторая группа британских туристов собирается отправиться в Крым этим летом. Антон Вольский, телекомпания НТВ, Лондон.